МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяны Трофимова. Сегодня в выпуске. Жить долго и счастливо. Увеличение продолжительности жизни мужчин обсудили на научно-практической конференции в Чебоксарах. Национальные блюда, чувашские обряды, праздник, песни, спорта и труда. Глава Чуваши посетил Тихвинскую ярмарку в Цивильске. Помнить свои корни и историю. В деревне Эльборусова хранят традиции и передают их из поколения в поколение. В команде правительства Чуваши изменения. Возглавлять Министерство экономического развития, промышленности и торговли теперь будет Павел Иванов. Светлана Ананьева назначена помощником главы Чувашии. Сегодня Михаил Игнатьев обсудил с обоими задачи и планы. Михаил Игнатьев поблагодарил Светлану Ананьеву, которая последние полгода исполняла обязанности руководителя Минэкономразвития Чувашии за вклад в социально-экономическое развитие региона. Реализация нацпроектов и повышение производительности труда. Такие же задачи теперь стоят и перед новым министром экономического развития, промышленности и торговли Павлом Ивановым. Глава республики напомнила о необходимости продолжать работу по повышению инвестиционной привлекательности региона. Знаете, что Канаж, территория, приезжая в социально-экономическое развитие, индустриальные парки в городе Чебоксары, резидентами еще все те площадки не закрыты до конца. Впоследствии появятся, они, значит, заполнены будут. Это тоже дополнительно налогоблагаемая база. Я обязуюсь весь свой опыт, который у меня есть, компетенция, как сейчас принято говорить, использовать во благо Чувашской республики. Те задачи, которые стоят перед Министерством экономического развития и промышленности, они понятны. Конечно же, все, что необходимо, дополнительные ресурсы, какие есть возможности у меня, у моих коллег, все будет задействовано во благо достижения тех показателей, которые вы обозначили. Павел Иванов разные годы работал в банковских структурах, был заместителем министра финансов. Профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходил в Академии народного хозяйства и финансовом университете при правительстве Российской Федерации. На пути к цели 80+, речь о мужском здоровье, повышение продолжительности жизни сильного пола сегодня обсуждали на научно-практической конференции. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Мужчины погибают раньше женщин. Это подтверждает и статистика. Разница достигает 15 лет. Что делать? Один из ответов на этот извечный вопрос – задуматься о своем здоровье. В зоне риска те, кому за 30. Главный внештатный специалист Минздрава страны говорит, что помогать сильному полу должна прекрасная половина. Семья – основа народосбережения. Молодоженам сегодня вручили специальные сертификаты для консультации у врачей перинатальных центров. Мужское здоровье в женских руках. В ваших руках от вас зависит, как будут чувствовать себя мужчины. Они для вас это и хотят. Но с другой стороны, если женское здоровье зависит от женщин, то женское счастье от мужчин. Поэтому давайте вместе будем работать на то, чтобы и мужчины, и женщины были здоровы, и дети тоже наши были здоровы и счастливы. Ну и, соответственно, самое, наверное, важное – это его окружение, социальное окружение, та социальная среда. В вашей республике этот вопрос решается, наверное, лучше, чем в других регионах. Ожидаемая продолжительность жизни будет расти. Это задача национального проекта. Глава региона отметил, что далеко не все здесь зависит от медиков. Здоровье или вредные привычки – выбор каждого. Но органы власти должны стимулировать людей заниматься спортом. Мы должны научиться управлять теми процессами, применяя, используя разные инструменты, где мы должны убить людей, чтобы они, соответственно, несли, с одной стороны, ответственность и начали управлять здоровьем своего организма. Государственная политика президента России Владимира Путина направлено, вот ключевое слово, на народовосбережение, огромные средства выделяем на стимулирование рождаемости, ряд других вопросов. Сегодня практически нет в мире такого государства, это я тоже открыто, публично хочу сказать, который бы несла такую ответственность, значит, по поддержке граждан. С факторами риска мужского здоровья необходимо начинать бороться в среде молодежи, отметил Михаил Игнатьев. Это очень важно, потому что по республике, если взять только цифры прошлого года или среднестатистические данные за 3-5 лет, мы в год теряем от 3, раньше было до 5 тысяч человек. Задача не только лечить, а не дать заболеть. В стране планируют реализовать федеральную программу профилактики здоровья. Для республики это приоритет. Просто сейчас как-то лечить, может быть, и хорошо, но запущенные последствия, как сейчас по факту происходит. А построить такую систему, которая позволяет человеку не дать заболеть. Это другая совсем модель здравоохранения. И предложить Ильичу Вашию как наиболее структурный и организованный регион, как пилот в пилоте, чтобы образцово-показательная была модель, которая может потом, все могут потом смотреть и равняться. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. В Цивильске открылась знаменитая Тихвинская ярмарка. Она известна с конца 18 века. Тогда на нее съезжались купцы из Казани, Ядрина, Свияжска и Чубоксар. О неизменных традициях и новшествах Ольга Пырочкина. Тихвинская ярмарка зародилась тогда же, когда и большинство других в 18 веке. В те времена торговли в селах и деревнях почти не было. Ярмарки стали удобными площадками, чтобы продать излишки своей сельхозпродукции и купить необходимые у соседей. То же самое можно сделать и сейчас. А еще здесь есть товар, который не встретить в магазинах. Евгений Иванов делает игрушки, которые взрослое поколение помнит с детства. Сами делаете? Сами делаем. Так, сами с чего? Материал беру, вот такой красивый материал. Вот, ну, красный такой, красный. Дизайн тоже ваш, надо думать. Да, опилки засовываю туда внутрь. Опилки остаются после основного производства – изготовления СИД. И как торговля идет сегодня? Ну, идет, берут. Берут. Это как, они вспоминают, как в детстве они покупали же. В общем, ностальгия работает. Глава Чувашия не смог пройти мимо работ Нины Кузнецовой, которая вышивает с 14 лет. Когда невеста замуж выходила, допустим, да, родители обязаны были подарки делать. И эти работы должны быть специально сделаны самой невестой. Рукодельница Михаил Игнатьев подарил часы. Само слово «ярмарка» перешло в наш язык от иностранных торговцев. С немецкого – это яр, год и марк – рынок. Впрочем, ярмарки были не только торговой площадкой, но и праздником, который помогал отвлечься от рабочих будней. В этом плане Тихвинская ярмарка тоже хранит традиции. Глава фермерского хозяйства Александр Терентьев бесплатно катает желающих на лошади. Для него это не экзотика, а средство передвижения. На работу езжу, после работы на лошади. И как это удобно, удобнее, чем на машине. Лошадь – оно живое существо, лошадь. Поэтому, когда мне тяжело, он сам до дома доведет. А машина так не может. Вы как, на лошади часто катаетесь? Нет. Первый раз почти что. Почему? В деревне ни одной лошади, только машины на мотоблоке. Еще одна старинная традиция – хоровод. Главной убор Риммы Михайловой – семейная реликвия. Хушпо, чистый черебро. Друг другу передают. Я тоже поедам. 1838 год есть монеты. Представляете, настоящие. В год театра каждая на подворье подготовила свое представление. Около одного из них нашей съемочной группе в руки положили горсть гороха. Как выяснилось, это одна из традиций сурхури – встреча Нового года. Это должно было обеспечить богатый урожай. Что означают горошки, которые вы мне дали? Вот так. Горошки. Ну, как вот так вот. Их жарили и угощали всех гостей, которые приходили на праздник. На площадке ярмарки провели и праздник песни «Спорт и труда Акатуй». Глава Чувашии пожелал жителям района удачной уборочной страды. Лучшие работники сельскохозяйственной отрасли получили награды. Тихвинская ярмарка получила свое название в честь монастыря, у стен которого ее проводили с самого основания. В советское время в главном храме располагался госпиталь и училище. Сейчас там завершаются реставрационные работы. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Окружной и общественный проект «Фестиваль театральная при Волжье» набирает обороты. В нем участвуют студенческие и школьные творческие коллективы из 14 субъектов. Сейчас проходит региональный этап. Актеры студенческого театра «Абрикосовый сад» поставили спектакль по повести Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней». Над них состоялась премьера. В центре внимания – жизнь обычной итальянской семьи с ее проблемами и горячим желанием решить их. Главные герои – дедушка и внук. Один мудрый, знает мир, а другой – в начале жизненного пути и только начинает различать добро и зло. Межвузовский театр совсем молодой, ему нет и года. Режиссер спектакля Дмитрий Миронов. Репетиции шли несколько месяцев. Победителей объявят сразу в нескольких номинациях. Будут отмечены лучшие режиссерские и актерские работы. Постановки театров финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете. Чтить семейные традиции, помнить свои корни и передавать знания подрастающему поколению. Смысл жизни Маргариты Михайловой из деревни Ильборусова Мариинско-Пасадского района. Древо семьи, которое она составила, доходит до восьмого колена. Поколение за поколением, веточка за веточкой. Информацию о своих родственниках Маргарита Степановна собирает всю жизнь. Еще ребенком она расспрашивала родителей о своих предках. Они приходили, а мы дети маленькие, собрались на печку и через карниз смотрели, о чем они говорят, разглядывали, что они говорят, как поют, как, ну, порядки были, соблюдали старинные порядки. Детский интерес перерос в смысл жизни. Маргарита Степановна проработала в Ильборусовской школе учителя математики и физики 40 лет и параллельно собирала родословную. Помогали близкие, друзья и соседи. Удалось найти родных до восьмого колена. Это папа, это моя мама. А здесь родители моей мамы, родители отца. И в их семье, в нашей семье было пятеро детей. Вот эти пятеро. Это я и мой муж. Это дети уже пошли. Четверо. Это уже внуки. Ковер, на котором расписано родословное, вышла двоюродная сестра Маргариты Евгения Жачева. Известный мастер художественного вышивания. Ее работы хранятся в музеях столицы и страны. Своё первое генеалогическое дерево она вышла в 1982 году. Очень полезно для молодых, чтобы они знали своих предков. Ну и старики тоже очень радуются, что они остаются и дети будут помнить. Мы хотим, чтобы у нас в республике был день Чувашской вышивки. Потому что вышка – это на первом месте. На создание родословной Маргарита Степановна не остановилась. Вместе с дочкой Татьяной она написала книгу о своей семье, древних чувашских традициях и о том, как важно их продолжать. Это одна из пяти книг, которые они написали. Соседи и друзья семьи Михайловых удивляются, как преподаватели точных наук владеют словом. Это родословную – это пример. Это пример для всех, мне кажется, когда жители собрались вот это вот отмечать. Они даже удивились, что это можно, можно и нужно делать. Знать свои корни, оставить память и вообще, чтобы род продолжение имел. Работа над родословной на этом не заканчивается, заверила Маргарита Степановна. Ветки будут расти, а крона дерева – зеленеть. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Павел Иритков, Республика. Ветки будут интерес к окружающему миру с помощью наблюдений за природой. В Щебоксарском парке имени Николаева разработана специальная летняя программа. Весь июль здесь будут проходить различные мероприятия для детей и их родителей. Экологические фестивали, День воды, Театр кукол – это и не только ждет вас на летних праздниках. Участвовать может каждый совершенно бесплатно. Кстати, уже завтра, 6 июля в 13.00 в детском парке имени Андриана Николаева состоится бесплатный показ спектакля «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять». Постановку «Наш театр кукол» подготовил в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Воспитанники спортивных школ Чувашии вернулись с мировых стартов. Елена Герасимова привезла сразу три медали разного достоинства с первенства по спортивной гимнастике среди юниоров в Венгрии. На европейских играх в Минске на верхнюю ступень пьедестала поднялась самбистка Елена Бондарева. Бронзовые награды у гимнаста Владислава Полишова и Марии Кузнецовой, выступавшей в спортивной борьбе. В 15 лет первые крупные старты Лены Герасимовой. Первенство мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Венгрии. Вместе с Викторией Листуновой и Владиславой Уразовой в командном многоборье. Они берут золото. К этому успеху юная чебоксарская гимнастка добавляет медаль высшей пробы за упражнения на бревне. Часом позже снова медаль, бронзовая, в вольных упражнениях. Не по годам серьезная и сосредоточенная Лена дает волю эмоциям лишь после объявления баллов. Готовиться, наверное, было не так особо тяжело. Наверное, скорее всего, больше с мыслями. С психикой своей все справилось, все удачно произошло. Я очень рада своими медалями. Этим и горжусь. Это мои были первые старты. Я очень рада. За общим столом на встрече с министром спорта Чуваши и два других призера. Почти параллельно с первенством по спортивной гимнастике в Белоруссии проходили европейские игры. Откуда по бронзовой медали привезли Мария Кузнецова, выступавшая в спортивной борьбе, и гимнаст Владислав Полишов. Зрителей было 15 тысяч человек. Все заполнено. Все дни, да? Да. Все дни практически? Да. В России, к сожалению, такого нет. Ну, будем к этому стремиться. О перспективах развития спорта в республике, о дальнейших планах рассказывали тренеры и спортсмены за чашкой чая. Хотя вот к сладостям никто не прикоснулся. Всем нужно держать вес для предстоящих соревнований. Ведь это и подготовка к Олимпиаде 2020. Ирина Волкова, Олеси Русакова, Валерий Резюков. Республика. В швейцарской Лазанне состоялся восьмой этап престижного международного легкоатлетического турнира «Бриллиантовая лига». В секторе для прыжка с шестом успешно выступила лидер российского сезона Анжелика Сидорова. Представляющая параллельным зачетом Москву и Чувашию. С результатом 4 метра 72 сантиметра она завоевала серебряную медаль. Следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет в Монако 12 июля. Чем заняться спортсменам, завершившим свою карьеру? Решение этой непростой задачи предлагает Российский международный олимпийский университет. По благотворительной программе «Содействие мастер спортивного администрирования» спортсмены и те, кто оставил большой спорт в прошлом, получат возможность пройти обучение в Сочи. Эта 10-месячная программа дополнительного образования позволит атлетам найти себя в новой спортивной сфере. Важное требование – наличие званий заслуженный мастер спорта или мастер спорта России международного класса. Базовое высшее образование и возраст не более 45 лет. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление на обучение по программе «Мастер спортивного администрирования». Преимуществом обладают работающие в сфере спорта и физической культуры спортсмены, кандидаты и члены сборных команд России по олимпийским видам спорта. Срок подачи заявлений на обучение в 2019-2020 учебном году закончится 31 августа текущего года. Это все новости пятницы. Хороших вам выходных!